Отчетная встреча Акима Астанинского района города с населением прошла сегодня во дворце школьников. На нее пришли не только жители Шанхая и жилгородка, но и более отдаленных жилых массивов. Осторожно, газ! Республиканские учения «Газбаллон» стартовали сегодня в Казахстане. Спасатели проверяют подземные паркинги и автогазозаправочные станции. Ремонт автомобильной дороги Актубе-Кандагаш ведется двумя подрядными организациями. В скором времени планируется приступить к восстановлению трассы Актубе-Храмтау-Крабутак. Областная прокуратура запустила проект по предупреждению интернет-преступности. Повышать информированность населения будут в соцсетях, транспорте и местах общего пользования. В эфире программа «Факт» в студии Гухар Тургаева. Здравствуйте! В Казахстане сообщают, что 40 человек эвакуировали и шестерых спасли во время пожара в Актубе, сообщает пресс-служба департамента по чрезвычайным ситуациям. Сегодня в 12.54 поступило сообщение о возгорании в одной из квартир пятиэтажного жилого дома, расположенного по улице Гришина. Через лестничный марш спасено 6 человек, эвакуировано 40, в том числе 10 детей, говорится в сообщении. Жертв и пострадавших нет. Пожар ликвидирован в 12.54, площадь пожара 15 квадратных метров. Причина пожара устанавливается. Очередная встреча Акима Астанинского района города Айбека Купенова с населением прошла сегодня в городском дворце школьников. Жители районов Шанхай и Жилгородок поведали властям о своих проблемах. Причем на встречу с Акимом пришли и жители более отдаленных районов города. Сегодняшняя встреча Айбека Купенова с жителями районов Шанхай и Жилгородок прошла в актовом зале городского дворца школьников. В начале мероприятия Аким традиционно отчитался об уже проделанной работе по жалобам местных жителей. Тем не менее, некоторые проблемы актюбинцев все еще беспокоят. Например, отлов бродячих собак и недостаточное количество общественного транспорта. Одной из частых жалоб жителей является плохое состояние лифта в жилых домах. Мы этим вопросом занимаемся. В общем, по городу у нас насчитывается 659 лифтов. Из них 259 уже вышли из срока эксплуатации. В связи с этим сейчас ведется работа по замене этих лифтов в компании ТОО «СПК Ахтюбе». В этом году запланирована замена 86 лифтов. Также существует проблема отлова бродячих собак. Мы ею тоже занимаемся. Раньше вы могли заметить даже целые стаи бродячих собак тут, в центре. Сейчас их нет. С начала года было отловлено более тысячи бродячих собак. Что касается пассажирских перевозок, мы можем сказать, что на такие крупные маршруты, как 15 и 26, в скором времени выйдут новые большие и комфортабельные автобусы. Несмотря на то, что встреча была организована для жителей определенных районов города, рассказать свои проблемы пришли и другие. Так, сегодня на встречу побывали и жители микрорайона Жанаконос-3, которые недовольны состоянием дорог в их жилом массиве. По поводу засыпка щебня наших дорог, 4 улицы обещали, пришли вот с данными схемами, я могу вот показать, я приложу вам все. В данном случае он нам все обещал, жители все это приняли, никакого конфликта, ничего не было. Однако, 21 числа подрядчик пришел, начал выполнять свои работы и мы видим то, что по схеме есть расхождение. То есть, наша улица в этой схеме нету. Я обратилась к подрядчикам, они сказали, что схема уже утверждена. Со своей проблемой они обращались в районную администрацию неоднократно. Айбек Купенов даже сам приезжал к ним совсем недавно, 19 августа. Жители добились от властей, чтобы несколько их улиц, в том числе ту, которую ведет к школе, засыпали щебнем. Аким свое слово задержал, но щебень появился не на той, а на соседней улице. Айбек Купенов объяснил это тем, что укладывать именно на этой дороге щебень бессмысленно. Осенью и весной ее все равно размоет. А чтобы добираться до школы, местным детям он пообещал запустить автобус. Мы в курсе вашей проблемы, конечно же. Хотелось бы попросить вас, чтобы вы остались после этой встречи, и мы с вами вновь обсудим этот вопрос. А пока могу сказать, что эта дорога остается в опасности размывания осенью и весной. Для того, чтобы доставить детей в школу, мы обсудим вопрос с запуском автобуса, который будет их подвозить. Тем не менее, жители Жанаконоса остались недовольны ответом Акима. А тот, в свою очередь, пригласил их на личную консультацию. Жанна Исалдинова, программа «Факт». Осторожно, газ! Республиканское оперативно-профилактическое мероприятие «Газбаллон» стартовалось сегодня в Казахстане. С 24 по 26 августа спасатели, в том числе и октябинские, будут проводить встречи с населением, посещать подземные паркинги и автогазозаправочные станции, чтобы выявить нарушители требований по безопасной эксплуатации газобаллонного оборудования. В рамках оперативно-профилактического мероприятия «Газбаллон» в период с 24 по 26 августа текущего года департаментом ПЧС Сахтюбинской области совместно с департаментом полиции и другими заинтересованными государственными органами и организациями проводятся данные профилактические мероприятия в паркингах, на автодорогах, автогазозаправочных станциях. Целью проведения данного мероприятия – это доведение до населения города и области, а также владельца АГЗС о требованиях безопасной эксплуатации и технического обслуживания газобаллонного оборудования на автотранспорте. На сегодняшний день на территории города, по информации спасателей, было зафиксировано 173 пожара, из них 67 на автотранспорте. Исходя из анализа, большая доля пожаров приходится на те машины, которые выработали свой технический ресурс, проработав 10-20 лет и более. Ремонт автомобильной дороги Актубе-Кандагаш ведется в настоящий момент двумя подрядными компаниями. Кроме того, в скором времени планируется приступить к восстановлению трассы Актубе-Храмтау-Карбутак. О том, какие еще работы запланированы на дорогах областного значения, сегодня рассказали специалисты местного филиала Казавтожола. В Актюбинской области все еще продолжается ремонт автодороги Актубе-Кандагаш. Дорога областного значения, по которой жители ездят и в Алгу, Эмбу и Кинкьяк, долгое время находилась в аварийном состоянии. Сейчас здесь работу ведут две подрядные организации – Синамидастрой и Асанадурстрой на двух участках дороги. Ведется реконструкция автомобильной дороги Актюбин-Хамдагаш в протяжении 96 километров. Участок разделен на два участка. На первом участке с 11 километров по 52 километра работу производит подрядная компания Синамидастрой, а на втором участке Асанадурстрой – местная компания. На данном участке обеспечен проезд на 58 километров. Получается заготовлено 3 миллиона тонн щельня, 30 тысяч битума. Кроме того, планируется приступить к ремонту дороги Актюбе-Храмтау-Карабутак общей протяженностью 262 километра. К концу октября планируется получить заключение государственной экспертизы. Разрабатывается проектно-экспектная документация Актюбе-Храмта Актюбе-Храмта у вас на протяженностью 262 километра. Из них разделено 7 участков. Из них два участка. Первый – это получается 763, 719, 719, 819. 791, 819 точнее. На два участка сейчас зашли в государственную экспертизу. Ожидается заключение положительного государственной экспертизы на конец октября месяца. Также в этом году ведется средний ремонт областной дороги Кандагаш-Эмбашалкар-Иргиз. На настоящий момент уложено порядка 12 километров асфальтобетонного покрытия. До конца года планируется уложить еще 8 километров. Ведутся работы по среднему ремонту Кандагаш-Эмбашалкар-Иргиз. Километр 239-249 и 249-259. Финансирование выделено. На данный момент сейчас уложено 12 километров асфальтобетонного покрытия. До конца года планируется еще уложить 8 километров. Жанна Исалдинова, программа «Факт». Осторожно, мошенники! Областная прокуратура запустила проект по предупреждению интернет-преступности. Последние пять лет наблюдается устойчивый рост именно кибермошенничества. И его доля в общем количестве совершаемых афер выросла до 56%. Интернет-мошенничество приобрело беспрецедентные масштабы. Такого рода деятельностью занимаются, как правило, молодые люди от 20 до 40 лет. Сколько-нибудь знакомые с компьютером и владеющие навыками интернет-пользователя. А поскольку цифровизация охватила все сферы жизни, то и население они обманывают буквально на каждом шагу. Так недавно мошенники изобрели новый способ снимать деньги с чужих счетов. Актюбинцам предлагают скачать QR-код якобы для установки в подъезде умного домофона. Как только человек выполняет эту операцию, с его счета снимаются все сбережения. Прокуроры настоятельно рекомендуют неизменно проявлять бдительность, когда дело касается интернет-операций, поскольку мошенники проявляют все большую изощренность. В прокуратуре также считают, что только широкая осведомленность поможет дать отпор мошенникам и не стать жертвой финансовых махинаций. С этой целью запущен масштабный проект по информированию населения. Прокуроры размещают видеоролики и другой контент в социальных сетях, в общественном транспорте и местах общего пользования. В то же время 364 единицы противоправного контента было заблокировано в этом году посредством программы «Кибернадзор». «Спутник передает саммит БРИКС» может поспособствовать решению ряда глобальных проблем и усилить межрегиональное сотрудничество, считает президент Казахстана Касым Жамар Такаев. Нынешний саммит проходит на фоне нарастания напряженности на международной арене, характеризующуюся масштабным политическим давлением, конфронтацией и широким применением санкций. Поэтому я в качестве действующего председателя Шанхайской организации сотрудничества хотел бы поделиться нашим видением перспектив и общих интересов межрегионального сотрудничества, заявил сегодня в своем выступлении в видеоформате на саммите Токаев. Казахстан призывает всех возможных партнеров объединиться в реализации экономических, торговых, транспортных и инвестиционных проектов в рамках коридоров Север-Юг и Восток-Запад. В продолжение смотрите Новости Республики. Последнюю утонувшую девочку нашли в реке Сырдарья в Туркестанской области. 21 августа в трех километрах от села Коксарай в неустановленном для купания месте утонуло 11 человек, в том числе 8 несовершеннолетних. По предварительным данным, 4 семьи из 20 человек приехали сюда отдыхать. Пять человек погибли в Кзалардинской области 23 августа около 16.00 в районе села Алмалы. Произошло ДТП с участием автомашин «Газель» и «Нексия», в результате которого пять человек погибли, трое получили травмы. Проводится досудебное расследование, назначены экспертизы, выясняются обстоятельства произошедшего. Пожилой водитель погиб в аварии на трассе в области ЖТСУ. 64-летний мужчина, водитель Лада Ларгус, двигаясь по автодороге местного значения, допустил опрокидывание машины. Пенсионер погиб на месте. С различными телесными повреждениями в ближайшую больницу доставили двух мужчин и двух женщин, находившихся в салоне в качестве пассажиров. Неизвестный сбил насмерть мужчину и скрылся в области Абай. На берегу озера Зайсан был обнаружен труп. Полицейскими по горячим следам установлен 30-летний водитель, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управляя Субару, допустил наезд на 32-летнего пешехода. Последний скончался на месте ДТП. 18 пассажиров автобуса пострадали в ДТП в Западно-Казахстанской области. 34-летний водитель Хюндай, не предоставив преимущество движения, столкнулся с автобусом Тойота. 53-летний водитель пассажирского транспорта скончался в реанимации. Медицинскую помощь оказали еще 17 пострадавшим. У водителя легковой машины диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. Он госпитализирован в отделении нейрохирургии в тяжелом состоянии. Подозреваемого в убийстве родного брата задержала полицейская собака в Шемкенте. По прибытию по адресу сотрудники полиции обнаружили во дворе дома труп мужчины. Установлено, что местный житель в ходе семейного конфликта ударил младшего брата кухонным ножом в грудь, после чего скрылся. Полицейскому псу Грею удалось сразу взять след и привести стражей порядка к подозреваемому. Мужчину взяли под стражу. МВД провело спецоперацию в Астане и Караганде. Задержано 12 человек. 23 августа совместно с КНБ на территории Астаны и Караганды была проведена широкомасштабная спецоперация в отношении преступной группы, негативно влияющей на криминогенную обстановку в Карагандинской области. Члены группировки подозреваются в хищении товарно-материальных ценностей одной из горнодобывающих компаний, хранении наркотиков и огнестрельного оружия, а также покушении на убийство жителя Караганды, совершенного в 2022 году, в результате криминальных разборок. Проведено 70 обысков, изъято 9 единиц огнестрельного травматического оружия, около 400 единиц боеприпасов, ножи, радиостанции и крупная сумма денег. В полицию доставлено 28 лиц. В МЧС Казахстана 70% коррупционных правонарушений совершаются руководителями подразделений. Каждый второй руководитель подразделения МЧС совершает коррупционные правонарушения, сообщил председатель антикоррупционной службы Асхат Жумагали. За последние пять лет в органах гражданской защиты зарегистрировано порядка 150 коррупционных фактов. Наибольшее их количество приходится на Алматы, Астану, Шемкент, Кустанайскую, Алматинскую области. Превалируют факты взяточничества и хищений. Ранее антикором были задержаны председатель комитета противопожарной службы МЧС, начальники ДЧС Шемкента области ЖТСУ. Они подозреваются в получении на системной основе взяток. Факты коррупции с участием руководящего звена есть и в Восточно-Казахстанской, Казалардинской и Северо-Казахстанской областях. Во втором блоке программы смотрите следующие сюжеты. У школьников осталась последняя неделя каникул, а вот учителя уже приступили к работе. Сегодня состоялась традиционная августовская конференция. Она проводится в новом формате. Городской отдел предпринимательства запустил новый социально-образовательный проект. Он призван помочь многодетным мамам и малообеспеченным женщинам. Об истории своего кукольного театра и будних театральной жизни рассказали сегодня актеры Алакая. В библиотеке Байшева устроили книжную выставку «Таинственный мир сцены». Как есть вкусно и безопасно? Избежать отравлений и острых кишечных инфекций вам помогут простые правила. Не покупайте продукты в местах стихийной торговли. Проверяйте срок годности. Фрукты и овощи тщательно мойте проточной водой. С признаками порчи или плесенью нельзя использовать в пищу. Не пейте сырое молоко. Только пастеризованные или кипяченые. Готовьте молочные смеси, соблюдая правила гигиены и сроки хранения. Микробы погибают при температуре выше 70 градусов. Не допускайте контакта сырых и приготовленных продуктов. Храните отдельно в закрытой посуде. Используйте разные ножи и разделочные доски. Храните готовые блюда в холодильнике. Мойте руки с мылом после посещения уборной, прихода с улицы, контакта с домашними животными перед приготовлением и приемом пищи. Будьте осторожны. Соблюдайте чистоту. Чистота – залог здоровья. Вы хотите просто дать рекламу? Без сложных прайсов, лишних цифр и сносок? В конец запутались в вариантах? С нами вы разберетесь в три счета. Всего три пакета размещения. Экономный, оптимальный, премиальный. В рекламной службе медиагруппы Рика. Освободите голову для бизнеса. Простое предложение – верное решение. Звоните 220-250-222-300. Это не просто QR-код. Это радио нашего города. Сканируй и слушай онлайн. На сайте rikotv.kz Лови волну в один клик. Подключайся прямо сейчас. Читай газету в телефоне. Ежедневно и бесплатно. Эврика всегда с тобою. Подпишись в Телеграм и Инстаграм. У школьников осталась последняя неделя каникул. А вот учителя уже приступили к работе. Сегодня состоялась традиционная августовская конференция. Педагогическая общественность нашего региона подвела итоги минувшего учебного года и обсудила задачи на новые. В пленарном заседании приняли участие также представители областного акимата Департамента по противодействию коррупции, Национального центра повышения квалификации, профсоюзов и других профильных ведомств, заинтересованных в обеспечении качественного и доступного образования. Гостей августовской конференции, собралось их порядка 400, в фойе Академии искусств встречала выставка работ одаренных детей. А само пленарное заседание началось с поздравлений. Власти пожелали педагогам успехов в наступающем учебном году и поблагодарили за достигнутое в минувшем. Ну а далее последовали уже более серьезные и прозаичные вещи. Речь главным образом шла о необходимости обеспечить качественное и доступное образование и о том, как устранять недостатки, как готовить педагогов в реалиях современного мира и как использовать интернет-технологии, чтобы усовершенствовать учебный процесс. В этом году августовская конференция проводится в новом формате. Каждому из 20 регионов досталась своя тематика. У нас это развитие сельской школы. В Актубе уже съехались 127 сельских педагогов со всей республики. Мы покажем им наши школы, оборудованные по последнему слову техники и науки, и свозим на экскурсии по историческим местам. Завершили пленарное заседание на приятной ноте. Награды вручили победителям ежегодного конкурса «Лучшая организация образования». 19 педагогов получили премии по 100 тысяч тенге и благодарственные письма о таким области. Ведомственные награды Министерства просвещения получил еще 71 учитель. Хочу пожелать всем нашим педагогам области, нашим молодым учителям добиваться высоких успехов, наград. В дальнейшем участвовать во многих мероприятиях, конкурсах, олимпиадах вместе с детьми. Мы хотим быть активными во всех наших начинаниях и я думаю, что каждый учитель нашей области может получить такую награду. Поздравляю всех с начала учебного года. Завтра утром августовская конференция продолжится, но уже в республиканском масштабе. Сотрудники администрации президента страны, правительство Можелиса подключатся к ее работе в режиме онлайн. Лариса Афанасьева, программа «Факт». Городской отдел предпринимательства запустил проект под названием «Бетборыс». Сегодня в креативном центре по улице Прохорова состоялась его презентация. Новый социально-образовательный проект призван помочь начинающим и действующим предпринимателям развить свой бизнес, получить необходимые для этого навыки и знания. Главный упор будет сделан на такую категорию граждан, как многодетные мамы и малообеспеченные женщины, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации или даже опасном положении. Сегодня в рамках презентации специалисты городского отдела предпринимательства провели тренинги разной направленности для желающих принять участие в проекте. Об истории своего кукольного театра и буднях театральной жизни рассказали сегодня актеры Алакая. В библиотеке Байшева устроили встречу с повелителями кукол и книжную выставку «Таинственный мир сцены». В областной универсальной научной библиотеке имени Байшева сегодня прошла встреча с актерами областного театра кукол Алакай под названием «Мир кукол». Цель мероприятия – поднять уровень национального самосознания, мышления, трудолюбия и любви к культуре в умах подрастающего поколения. На вечере наши гости рассказали об истории нашего театра кукол, о первых шагах в своей карьере и о буднях театральных артистов. Также были продемонстрированы отрывки лучших выступлений актеров, а гостям мероприятия провели актерский мастер-класс и ответили на интересующие их вопросы. Погрузиться в мир роботов, оказаться в виртуальной реальности, подержать в руках современные гаджеты могут посетители уникальной выставки, которая открылась в Актубе. Робопарк обещает немало интересного не только детям, но и взрослым. Каждый, кто оказывается среди занимательных игрушек, чувствует себя наравне с малышами, которые воспринимают роботов как героев анимации, оказавшихся в реальности. С ними можно потанцевать, поговорить и даже научиться их программировать. Каждый час на выставке в робопарке проходит шоу для посетителей. Зажечь лампу собственной рукой совсем не страшно. Даже годовалый малыш чувствует себя уверенно среди таких экспонатов. Мы пришли с детьми сюда, на робопарк. Нам было все интересно. Мой ребенок сказал, что хочет сюда. У взрослых свой интерес. Роботы все увереннее входят в нашу жизнь. Они могут и няню заменить, и маму освободить на некоторое время, пока ребенка развлекает электронный помощник. Это образовательный робо-мокси. Он может быть помощником родителя, может быть даже в какой-то степени робо-няней. Во-первых, он может обучать ребенка иностранному языку. В нашем случае это английский язык. Он может разговаривать практически на любую тему. Может играть с ребенком в игры на развитие словарного запаса, на логику, на интуицию. Предлагает ему поиграть в активные игры. Например, в нем можно поставить будильник, и утром он скажет ребенку, давай вместе сделаем зарядку. Научить ребенка сочувствию и пониманию, пробудить в нем положительные эмоции может робот, который становится домашним питомцем. И программировать его несложно самим детям. А маленькие роботы становятся добрыми, неприхотливыми друзьями. Проект «Робопарк» путешествует по разным странам с 2019 года. 12 аналогичных выставок работают в России, Белоруссии и США. Благодаря столь широкой географии роботизированный аттракцион посетило уже 2,5 миллиона человек. Я пришла сегодня сюда с тремя своими детками. Детки у меня разных возрастов. Они у меня любознательные. Всем троим очень интересно. Думаю, это нужно мерять потихоньку в нашу жизнь, потому что это неминуемо. В будущем нас ожидает. Так что всем советую, посетите выставку роботов. А еще предупредительные гиды-помощники проведут для детей мастер-класс по изготовлению мыла по уникальному рецепту. Могут сделать шипящую бомбочку для ванн или авторский сувенир. Робопарк не ограничивает гостей во времени, поэтому находиться в нем можно сколько пожелаешь. Путешествия в мир новых технологий доступны актюбинцам в любой день с 10 утра до 9 вечера, кроме понедельника, в бизнес-центре «Октобе Мол». Нападающий Торонто Мэйпл Ливз Остон Мэтьюс подписал с клубом национальной хоккейной лиги 4-летний контракт, по которому будет получать в среднем 13 миллионов долларов в год. Новое соглашение Торонто с 25-летним форвардом начнет действовать со следующего сезона. Таким образом, Мэтьюс стал самым высокооплачиваемым хоккеистом мира. По этому показателю Остон обошел нападающего Колорадо Натана Макиннона, который получает в среднем 12 миллионов долларов в год. Мэтьюс в составе Мэйпл Ливз принял участие в 481 матче, в которых забросил 299 шайб и отдал 243 результативных передачи. Остон в 2022 году получил приз самому ценному игроку регулярки НХЛ. Остали ждать, пока приедет такси или автобус? Национальная лотерея «Сядь Тожалдос» готова помочь. Купи 6 билетов Лото 6 из 49 стоимостью 1800 тенге и получи шанс выиграть кроссовер. Розыгрыш состоится 30 августа. Билеты в точках продаж лотереи, в отделениях почты и на сайте ez.kz. Это не просто QR-код. Это радио нашего города. Сканируй и слушай онлайн на сайте rikotv.kz. Лови волну в один клик. Подключайся прямо сейчас. Расширьте возможности в ваши рекламы. Новая услуга «Реклама с QR-кодом». Это возможность перехода в один клик на ваш сайт или страничку в Инстаграм. При просмотре ролика на rikotv или баннера в газете «Эврика». Все, что нужно, навести смартфон. Смотри, сканируй, заходи. Рекламная служба медиагруппы «Рика». Звоните 220-250-222-300. Читай газету в телефоне ежедневно и бесплатно. «Эврика» всегда с тобою. Подпишись в Телеграм и Инстаграм. Рекламная служба медиагруппы «Реклама с QR-кодом». 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 Субтитры создавал DimaTorzok